Коллеги, всем здравствуйте! Всех рада приветствовать! Мы с вами продолжаем разбирать стандарт МСФО ФРС-16 и аренда. В предыдущем видео мы разобрались с вами с определением и с основными изменениями, что же все-таки произошло в связи с применением нового стандарта взамен старого ИАС-17. Сегодня мы с вами продолжим наш разбор стандарта со следующего немаловажного вопроса – это срок аренды. Для того, чтобы нам в дальнейшем правильно учитывать аренду, тем более если мы будем говорить с точки зрения арендатора, нужно будет признавать актив, для этого необходимо понимать срок аренды. Первое, что у нас есть, в чем мы абсолютно уверены, это тот срок, который у нас прописан в договоре. И причем, посмотрите, пожалуйста, начинается на дату начала аренды этот срок и включает период без арендной платы, если таковые имеются, если есть какой-то льготный период. Соответственно, есть какой-то период, который не подлежит досрочному прекращению. Вот в нем мы уверены, и это минимум. Но помимо этого у нас может быть право продления аренды, а может быть право прекращения аренды. Вот таких вот два еще фактора. И у нас должна быть достаточно уверенность. Здесь уже мы включаем свое профессиональное осуждение. И посмотрите, пожалуйста, нам стандарт дает какие-то подсказки, на что обращать внимание, каким образом более точно можно определить срок, если есть какие-то нюансы. Значит, наличие преимущественного права продления аренды, вытекающего из законодательства, может рассматриваться как аналог права продления аренды по договору в определенных случаях. Вот у нас, допустим, в российском законодательстве есть такие примеры по аренде земли. То есть, если есть аренда земли, есть какое-то здание, которое вы на нем построили, то у вас есть приоритет, вероятно, что вам эту аренду продлят, пока у вас не закончился срок полезного использования здания. Чем меньше изначальный срок аренды, тем существеннее затрата на поиск и замена объекта аренды, что повышает вероятность реализации права продления. Здесь вот такой пример распространенный. Опять же, у нас в российской практике принято, допустим, когда мы берем в аренду помещение, мы, как правило, заключаем договор на 11 месяцев, чтобы его не регистрировать. Просто юридический такой момент. На самом деле, скорее всего, конечно, если мы там офис какой-то или, может быть, магазин, мы арендовали, туда завезли свое оборудование, сделали какой-то ремонт, высоко вероятно, конечно, что аренда эта предполагалась не на 11 месяцев. Это вот тоже нужно учитывать. Какие еще факторы для рассмотрения? То есть, коллеги, никто не говорит, что обязательно вот есть вот такой пример, и все точно нет. Тут совокупность факторов, которую вы будете отстаивать, опять же, перед своими аудиторами. Какая-то доказательная база у вас должна быть. Предусмотренные договором условия для дополнительных периодов в сравнении с рыночными ставками. Допустим, вариант, когда, ну вот у меня есть аренда на 5 лет, но если я ее продлеваю еще на какой-то срок, то у меня стоимость аренды на вот этот продленный срок будет ниже, чем по рынку. Вероятность того, что я продлю аренду, она повышается. Дальше. Значительное усовершенствование арендованного имущества. Это то, о чем я вам уже сказала. То есть, если мы завезли свое оборудование, может быть, какую-то перепланировку сделали, может быть, даже если офис, да, вот часто ставят какие-то системы кондиционирования, ну, такие дорогостоящие, да, и трудоемко это все устанавливать, высоко вероятно, что будем продлевать. Затраты связаны с прекращением аренды поиском альтернативы, тем более, если это магазин-место проходной, надо найти что-то похожее, а люди уже знают, что вы там находитесь, у вас уже постоянные клиенты какие-то есть, и придется вот это все. А тем более, если это магазин, да, какое-то кафе, а, возможно, люди, даже зная, что вы переехали, они просто не пойдут, ну, им неудобно будет. Вот здесь было удобно ходить, они ходили, а там уже нужно будет опять завоевывать себе аудиторию. Так, значение базового актива для деятельности арендатора. Ну, вот, в принципе, все, что я вам рассказала, специализированное местоположение, все-все-все вот это вот. Условия исполнения опциона. Если есть какое-то опционное продление, то, безусловно, надо его учитывать. Вот, коллеги, таким образом, по поводу аренды земли, я вот тут еще более так конкретно пару примерчиков вам привела для понимания. Вот, допустим, у нас с вами срок аренды земли по договору 10 лет. Мы построили здание, срок полезного использования здания 15 лет. Как вы считаете, какой будем признавать срок аренды? Ну, вот уже, исходя из того, что я ранее сказала, логичнее все-таки 15 лет. Мы считаем, что по законодательству у нас приоритет, и высоко вероятно, что нам продлят, и мы до конца срока использования здания сможем этой арендой пользоваться. Вариант второй. Срок аренды 10 лет по договору. Срок полезного использования здания остался 5 лет. Опять же, надо смотреть, есть ли у нас право прекращения досрочной аренды. Если нет, то, несмотря на то, что срок полезного использования здания меньше, то все равно аренду признаем по договору на 10 лет. Ну, возможно, мы, может быть, сделаем капитальный ремонт здания, но еще 5 лет простоит. В принципе, для здания это не такой большой срок. Так, коллеги, вот таким образом. То есть тут, если оно прописано в договоре так, год и все, это, казалось бы, просто, на самом деле, в реальной жизни очень сложно предусмотреть, особенно, что касается вот этого продления, будем продлять или нет, и на сколько лет, опять же. К чему мы это все ведем, для чего нам это все нужно, особенно почему я говорю про арендаторов, для чего им это так сильно актуально. Дело в том, что при первоначальном признании, когда вы будете признавать, соответственно, ну, по сути, по правилам, как у нас раньше была финансовая аренда, мы признаем дебет в балансе ОФП, это отчет о финансовой позиции, ну, или финансовом положении, неважно. Дебет внеоборотный актив, он теперь называется актив в форме права пользования, такой термин вводится, и кредит обязательства. И для того, чтобы нам посчитать сумму, нам необходимо произвести расчет по приведенной стоимости будущих арендных платежей. Приведенные, то есть дисконтированные. Значит, нам нужно понимать арендные платежи, которые будут, ну, они в зависимости от договора. Есть некоторые нюансы, там, платежи в валюте, перемены, еще какие-то мы будем об этом говорить, о каких-то специфичных. Но в основном это вот то, что прописано у вас в договоре, этот платеж. Соответственно, нам нужно понимать срок, срок мы уже с вами обсудили, и нам нужно понимать ставку дисконтирования. Ну, иначе мы не можем продисконтировать, не знаю, ставки. Значит, что касается ставки. Что нам говорит стандарт? Говорит о том, что если ставка легко определяется по условиям договора, то тогда берем то, что заложено в договоре. Если такового нет, то мы должны взять ставку при увеличении дополнительных заемных средств арендаторам. Причем, что нам нужно при этом учитывать? Как она считается? По сути, она состоит из трех составляющих. Первая – это базовая ставка. Это некая безрисковая ставка, но с учетом валюты, в которой у вас договор, с учетом, соответственно, где находится, где вы находитесь, где ваш объект находится, и с учетом срока. Ну, это могут быть какие-то государственные бумаги. Если вы в России, то это рубль. Ну, понятно, экономическая среда – это Россия. А срок – вот тот, который вы определили на предыдущем шаге, который мы обсуждали. Это как бы базовая ставка. К ней мы должны накрутить. Ну, скорее всего, будет накрутка. Вряд ли мы уменьшим безрисковую ставку. Конечно, мы будем повышать. На специфику арендатора, то есть вашу специфику, вы должны применить. И на специфику… И третий шаг – на специфику актива. То есть, вот, скорее всего, опять же, повышение там, если какие-то риски есть, что-то такое. Ну, можно ориентироваться. Понятно, что если фирма более-менее крупная, конечно, вообще специалист по МСФО этим не занимается. Этим занимаются казначеи, финансисты, там, какой отдел у вас есть, кто вот именно занимается расчетом кредитных ставок. Если такового нет, то можно, в принципе, ориентироваться на те ставки, которые вам выдают банки. Если есть какие-то кредиты действующие, ну, либо можно запросить, вот если бы мы взяли такой-то, допустим, актив на приобретение, какой бы вам дали кредит. Чтобы у вас какое-то подтверждение было, не просто там пальцем у неба, а все-таки это на чем-то должно быть основано. Значит, ну, дисконтируем по правилам дисконтирования. Я сейчас не буду на этом останавливаться, тут ничего нового не произошло. Если есть какие-то еще нюансы, стимулирующие платежи, это когда арендатор получает деньги, но для нас вообще это редкость, это больше какая-то западная такая тематика. У нас, как правило, наоборот, арендатор платит какие-то депозиты, я об этом тоже буду говорить. Но вот если вдруг так у вас случится, значит, признаете в стоимости необоротного актива, то есть деньги на баланс, дебет, деньги и кредит вычитаете, по сути, стоимости необоротного актива вот этот вот стимулирующий платеж, он уменьшает ваши платежи по аренде. Если есть первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором, которые относятся к этому договору аренды, тогда вы включаете в стоимость, то есть у вас идет увеличение стоимости внеоборотного актива. Дебет внеоборотный актив, кредит, деньги. Ну, либо там через задолженность, это я уже на прямую проводку пишу, понятно, что можно прогнать через кредиторку. Все, это первоначальное признание, это действие стандарта ИФРС 16, вот оно там все прописано. Дальше, коллеги, следующий учет. Здесь, как я говорю, у нас вот эти две составляющие одной проводки, дебет, кредит, начинают жить разными жизнями отдельно, и дальше они никак между собой не коррелируют, не ожидайте, что у вас в конце года стоимость актива и стоимость обязательства будут равны. Они не будут равны. Необоротный актив будет учитываться по правилам стандарта 16, ИАС-16 основные средства, это наш старенький стандарт, либо ИАС-38, если это не материальный актив. И там он будет амортизироваться. Стоимость его будет уменьшаться, ну, как правило, самораспространенный – это линейный метод, то есть равными частями мы будем уменьшать стоимость этого актива. Обязательство будет учитываться по ИФРС 9, финансовые инструменты. Оно тоже учитывается, оно называется, да, по амортизированной стоимости, но здесь получается у нас с вами обратная ситуация. мы будем увеличивать обязательства на сумму, соответственно, финансовых, ну, вот этих процентных, да, начислений. Соответственно, понятно, что здесь и суммы будут разные, они друг к другу не привязаны. И, ну, в общем, все это в разные стороны идет, поэтому понятно, что стоимость их будет, соответственно, разная. Так, ну, давайте посмотрим на простом примерчике, как это будет выглядеть. Смотрите, значит, у нас компания, некая производственная, переходит на МСФО ИФРС 16 в отчетном периоде, соответственно, 31 декабря 2019 года. Во время подготовительного этапа компания обнаружила, что договор операционной аренды машины может потребовать некоторых корректировок в учете. То есть мы уверены, что это аренда, она была операционной, теперь у нас такого понятия нет, поэтому надо будет ставить на учет актив и обязательства. Значит, контракт был заключен 1 января 2017 года на 5 лет, ежегодные платежи 100 тысяч денежных единиц, срок оплаты в конце периода, то есть на 31 декабря каждого года. По истечении срока аренда машина будет возвращена арендодателю. Срок полезного использования машины 10 лет. Ну, то, что она, эта аренда, сомнений нет. Срок не будем рассматривать, увеличение никаких, вроде бы, здесь нет у нас намеков на то, что это не 5 лет будет, будем считать, что аренда 5-летняя. Так, и нам дается ставочка дисконтирования 3%. Нужно понять, каким образом теперь с точки зрения нового стандарта компания эту аренду будет учитывать. Ну, во-первых, делаем платеж. Вот они наши 5 платежей по 100 тысяч, и коэффициент, исходя из ставки дисконтирования 3%, это можно по таблице, есть такие таблицы дисконтирования, можно по ним эти коэффициенты посмотреть, можно посчитать по формуле. Значит, соответственно, приведенная стоимость арендных платежей получается 457,971. И мы первоначально делаем проводку. Дебит, актив 457, кредит, обязательства. Дальше. Значит, последующий учет. Теперь актив мы будем учитывать по правилам ИАС-16, основные средства. Будем считать, что у нас линейный метод, срок аренды 5 лет, естественно, не на срок использования актива, а на срок аренды. И тогда у нас получается расход 91,594 в год. Просто мы сумму разделили на 5. При этом, что касается арендных платежей, каждый арендный платеж, он будет распределен на сумму погашения обязательства по аренде и сумму дисконтирования процентов. Значит, что получается? Мы с вами... Так, секундочку. Должны, опять же, сделать расчет. Вот у нас есть обязательства. Первый год 457. Дальше. Платеж у нас 100 тысяч. Из них, соответственно, проценты у нас получается 100 тысяч на 457, прошу прощения, 971 на 3% – это 13, значит, 13 тысяч – это проценты, 86 – это тело. Ну и вот здесь, в принципе, видите, как в любом кредите, большую часть процентов мы вначале платим, то есть у нас первый год составляет процент, доля процента – 13 тысяч, а последний год – 2 тысячи. То есть сначала мы в основном гасим проценты, а потом мы в основном гасим тело. И, как видите, здесь сумма не сходится. То есть обязательства будут... Первый год, допустим, мы гасим на 86 тысяч, а амортизация у нас на 91 тысячу. То есть, вот видите, уже все, они не будут в одной сумме у нас учитываться. Ну и, наконец, периоды, вот наш остаток. В итоге всего у нас 500 тысяч. Если вот сложить, да, вот эту разбивку 42 тысячи 457, вот мы, собственно, выходим на наши 500 тысяч. Такую табличку можно делать в Excel. Тут ничего сложного нет. Тут формулы, если кому интересно, непонятно, тут они вот все у меня прописаны. Это у меня, соответственно, графа А, это графа В, это А умноженное на 3%. Здесь у меня графа С, соответственно, мы берем 100 тысяч, вычитаем графу В. Ну и графа Д – это А, соответственно, вот эта вот сумма 457 минус С. Вот это тело. Проценты – это финансовый просто расход, они не погашают тело. Так, ну, в принципе, стандартные расчеты по учету финансового обязательства. Теперь давайте сравним с вами, а что бы было, если бы мы учитывали по стандарту 17. У нас бы просто были расходы по 100 тысяч в отчете о прибылях-убытках. А мы в итоге с вами получили в отчете о прибылях-убытках финансовые расходы и амортизацию. Сумма в итоге одинаковая. То есть что так 500 тысяч, что так 500 тысяч. Вот она проверка. Но посмотрите, пожалуйста, влияние на капитал. Вот эта вот последняя колонка – это разница. То есть здесь, получается, мы в отчете о прибылях-убытках признали расход 100 по, соответственно, новому стандарту 105. Значит, у нас прибыли стало меньше, и в нераспределенную прибыль пошла сумма меньше, капитал стал меньше. Вот эта вот колоночка понадобится для того, чтобы отразить. В том числе вот у нас, получается, на 2019 год мы переходим. Нам нужно влияние 2017-2018 года будет отразить. Ну, там есть несколько вариантов перехода. Мы должны будем отразить либо кумулятивным таким методом, либо полностью ретроспективно, либо модифицированно. У нас есть подход, но в любом случае нам этот расчет понадобится для того, чтобы отразить изменения у себя в балансе. Так, коллеги, вот таким вот образом у нас с вами происходит расчет. Что касается дальнейших нюансов раскрытия арендатора, в принципе, ничего нового тут нам стандарт не говорит. Давайте посмотрим, что у нас есть. Есть отчет о финансовом положении баланса. Значит, есть у нас активы в форме права пользования. Они могут представляться либо отдельной строкой, либо в составе категории, в которые включаются. То есть в основных средствах, либо в нематериальных активах. Ну, здесь, скорее всего, просто будете по существенности смотреть. Если сумма существенная, там, большая, материальная, тогда да, можете отдельно. Если нет, то просто в составе, потом в примечаниях будете раскрывать. То же самое с обязательствами. Либо отдельно, либо в составе каких-то прочих. Но если в составе прочих, тогда потом в примечаниях нужно будет раскрыть, что вот эта часть относится к аренде. В отчете о прибылях, убытках. Расходы по амортизации вместе с амортизацией, соответственно, аналогичных активов, опять же, в примечаниях раскрывайте. Процентные расходы – это финансовые. Переменные, я вот о них дальше буду говорить. Есть такой момент, они будут отражаться просто в отчете о прибылях, убытках. И здесь вот еще активы с низкой стоимостью, мы про них с вами в самом начале говорили. Это исключение для арендаторов возможное. Активы с низкой стоимостью, либо это активы с коротким сроком аренды. Это просто операционные расходы, сразу признаю. Так, и в отчете о движении денежных средств, в принципе, по тем же правилам, что и все остальные вещи у нас были. Это ИАС-7, отчет о движении денежных средств, соответственно, погашение основного долга финансовые потоки, погашение процентов в зависимости от учетной политики. Это может быть операционная деятельность. Ну и переменные платежи. Все, что в отчете о прибылях, убытках мы признали, это, соответственно, операционные потоки. Если у нас с вами там есть какой-то, ну, мы каким-то косвенным методом делаем, то мы, соответственно, вот в этой части отражаем. Так, ну что, коллеги, на этом, я думаю, все, что касается отчета у арендатора. И у нас с вами остается, на самом деле, еще достаточно много различных нюансов, каких-то специфичных моментов, таких как переменные платежи, платежи в валюте, какие-то переходные положения. Я думаю, что мы в следующих своих видео с этим тоже с вами будем разбираться. Ну, на этом все. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, пишите. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Я вас жду на следующих своих видео. Всего доброго!